Добрый день, дорогие друзья! На библейском портале «Экзегет» отвечаем на ваши вопросы. Один очень интересный вопрос пришел. Если Иисус Христос умер за всех на кресте Голгофы, то почему тогда в православной церкви на литургии не поминают некрещенных людей или не поминают тех, кто самовольно закончил свою жизнь? Действительно, вопрос, дорогие друзья, достаточно важный, и в разных вариациях его приходится слышать. По крайней мере, не будет преувеличением сказать, что каждый священник, особенно если он так или иначе миссионерскую работу проводит, с подобным вопросом сталкивался. Действительно, если кровь Христова на кресте Голгофы пролита за всех людей, без исключения, не только же за 12 апостолов, которых Господь избрал, не только за святых жен мироносец, которые тогда у креста Голгофы стояли со слезами, и потом в утро воскресения первыми пошли, чтобы помазать миром возлюбленное тело своего Учителя. Неужели же Господь пострадал только за них? Действительно, святая церковь учит нас на основании священного Писания, божественного откровения, что кровь Христова на кресте Голгофы пролита за весь человеческий род, за всех людей. Но обратите внимание, дорогие друзья, и над этим надо очень серьезно задуматься, что Христос, воскресший, не явился после своего воскресения первосвященником Анни и Каяфи и другим членом Синедриона. Он не явился им, не показал им раны на своих проводенных руках и ногах и не сказал, вот, вы меня распяли, а я воскрес по Писанию. Не дунул и не сказал им, примите Духа Святого, кому оставите грехи, тому оставятся. И, то есть, вот эту власть вязать и решить грехи не дал членам Синедриона. Не явился воскресший Христос Понтию Пилату, воинам, палачам, которые издевались над ним. Не явился. Хотя кровь Христова на кресте пролита в том числе и за них. Почему? Давайте задумаемся, потому что это вопрос очень важный. Кровь Христова пролита за всех. За всех от Адама и до последнего человека в земной истории. За всех пролита кровь. Но почему не все откликнулись на Божий призыв? Почему Господь Иисус Христос из Евангелия, дорогие друзья, кто внимательно читает регулярно Священное Писание, вы знаете, что у всех четырех евангелистов, у Матвея более кратко, а у святого евангелиста Марка, Луки и Иоанна Богослова, так или иначе описывается, что Господь являлся своим ученикам после своего воскресения, открывал им о тайнах Царствия Божия, являлся им неоднократно. Почему же воскресший Господь, который, еще раз повторю эту мысль, пролил кровь за всех людей, не явился тем, кто были богоборцами? Почему не явился членом Синедриона, а явился только своим ученикам? И почему перед своим вознесением, об этом мы читаем, у святого евангелиста Луки, Господь говорит им, вывел их вон из города Давиафани, подняв руки свои и благословил их. И когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо. Они поклонились им и возвратились в Иерусалим с великой радостью. Перед этим, перед тем, как вознесись, Господь сказал очень важные слова. Отверз им ум к уразумению Писания и сказал, так написано, и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день, и проповедано быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная от Иерусалима. Вы свидетели сему. «Я пошлю обетование Отца Моего на вас, вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не обречетесь силой свыше». Смотрите, дорогие друзья, Христос, который действительно пролил свою кровь за всех, однако же вот эту силу, силу уразумевать Писание он дал только своим апостолам. Почему же не всем? Ведь кровь Христова пролита за всех. Почему не первосвященникам, книжникам, которые тоже были знатоки Священного Писания, и за них тоже была пролита кровь Христова на кресте Голгофы. Почему им он не сказал, например, книжникам, первосвященникам, не явился им Христос воскресший, они Христа воскресшего не видели, и не сказал им, что вы обречетесь силой свыше, а облекутся силой свыше только апостолы, те, которые были с ним, которые уверовали. И самое главное, вот это вот, можно сказать, ключевое понятие Священного Писания, что те, кого Господь сам призвал, не вы меня избрали, но я вас избрал и послал, чтобы вы не шли проповедь о Царстве Божьем. То есть условия Божии. И Господь сам избрал тех, кого считал нужным. Именно на них в день Пятидесятницы, как мы об этом читаем, кто внимательно Священное Писание читает, во второй главе книги Деяний, в день Пятидесятницы, когда они находились все единодушно вместе, внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, наполнил весь дом, где они находились. Кто находился? Те, кто были единодушно вместе. Святые апостолы, святые жены Мироносицы, причистая при благословенной Девой Марии. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого. И начали говорить на иных языках, как Дух дал им провещевать. Если вспомним, дорогие друзья, вот в Евангелии от Иоанна описывается очень подробно прощальная беседа Спасителя с учениками, во время которой Господь им говорит, что Дух Святый, которого пошлет Отец во имя Мое, напомнит вам все, о чем я говорил вам. То есть то, о чем Господь учил в притчах, открывал своим апостолам тайны Царствия Божия, и Дух Святой напомнит о всех делах и словах Христовых. То есть действие спасительное, домостроительство, спасение всей Святой Троицы, Сына Божия и Духа Святого, оно едино. Дух Святой не противоречит спасительному делу Сына Божия. Господь действительно умер за всех, свою кровь на кресте Голгофа за всех пролил. Но Дух Святой нисходит только на одну единственную общину в Иерусалиме, те, которые были единодушны вместе. И это вопрос, опять-таки, к размышлению тем, которые задают и вам. Наверняка вы, дорогие друзья, такие вопросы услышали. Если вас кто-то спросит, ну почему вот в церкви, допустим, такой порядок, почему богослужение такое, зачем та или иная их тенья произносится, почему вот на проскомедию не подают записочки за совершенно некрещенных, за неверующих, за представителей совершенно других религий, и почему? Разве не за всех умер Христос? Да, Он умер за всех. Но Дух Святой зашел только на общину, на общину святых апостолов. И это стало основанием Новозаветной Церкви. Вспомните еще одно очень интересное место в контексте вот сегодняшнего обсуждения. У святого евангелиста Марка сказано, как однажды апостол Иоанн Богослов говорит Спасителю, «Учитель, мы видели одного человека, который именем твоим изгонял бесов, но не ходит за нами, и запретили Ему». На что Христос Спаситель сказал, «Не запрещайте, ибо кто не против вас, тот за вас». И однако же, обратите внимание, в день Пятидесятницы Дух Святой сошел только на Сионскую горницу и на собравшихся там единодушно вместе. Почему же Дух Святой не сошел, например, и на тех людей, которые во время земной жизни Спасителя именем Его также изгоняли бесов, но не ходили с апостолами. Не сошел же Он на них, а сошел только на вот это. В единственном месте сошел Дух Святой. Почему? Потому что един Бог, одна вера и одно крещение, и одна Святая Церковь. И как раз Господь Иисус Христос, вновь возвращаюсь к тому вопросу, который был задан на библейский портал «Экзегет». Если Христос умер за всех, то почему Святая Церковь не за всех может молиться, не за всех подавать на проскомедию. Вот как раз по этой же причине, что в Святой Церкви живет и действует Дух Святой, а не наши человеческие измышления. Святая Церковь движима благодатью Духа Святого, а не личным желанием или нежеланием того или иного, допустим, архиерея, священника, монаха или мирянина. Это не мы избираем, а вспомните еще раз слова «Господа, не вы меня избрали, но я вас избрал». Условия Божие надо принимать. На самом деле, дорогие друзья, если так немножко отойти от обсуждаемой нам сейчас темы, священомученик Иларион Троицкий, архиепископ Верейский, один из исповедников веры, сподвижник святителя Тихона, патриарка Всероссийского, один из выдающихся богословов, как разживших на рубеже XIX-XX века, он в своем замечательном произведении и очерки по истории догмата о церкви, пишет, что XIX и XX век — это эпоха экклезиологических ересей, то есть ересей против Святой Церкви, против девятого члена символа веры, верую воедину святую соборную апостольскую церковь. Поэтому так или иначе, под каким бы, простите, соусом это ни подавалось, все вот эти вопросы людей, движимых рационализмом, почему в церкви нет это, почему вот то или иное часть богослужения — это атовизмы прошлого, почему в церкви есть такие обычаи, почему в церкви есть такие правила, которые давно можно было бы отменить. Разве не за всех умер Христос? Да, Он действительно умер за всех. Но, увы, не все приняли эту жертву Христову, не все уверовали во Христа, не все приняли слова Христовы о том, что «Я созижду церковь мою, и врата адова не одолеют ее». И вхождение в церковь, кто будет веровать и креститься. Вот путь вхождения в Святую Церковь, чтобы получить всю полноту тех благодатных даров, которые сошли в день Пятидесятницы на тогда еще небольшую по численности общину подлинных учеников Христовых, те, за которых была пролита кровь Христова, но которые в Него веровали и с благодарностью восприняли благодать Духа Святого. Из этой же серии самые разные вопросы, например, о всеобщем священстве. Так или иначе, дорогие друзья, я просто убежден на сто процентов, что вы слышали хотя бы раз в жизни такие же претензии. А почему в церкви есть только рукоположные священники? Разве не все мы можем быть священниками? Вот это внешне красивое, очень импонирующее вообще падшему уму, особенно так рационалистически настроенному, такие вот выражения. А разве не все мы можем толковать Священное Писание? Зачем нам авторитет каких-то святых отцов, которые жили когда-то много веков назад? Разве Священное Писание не всем дано? Разве оно не полезно к назиданию и к научению всякого человека, как сказано у святого апостола Павла в послании к Тимофею? Значит, каждый человек может толковать, каждый человек может быть священником. И чем дальше в лес, тем больше дров. Идя по этой же скользкой дороге рационализма, рано или поздно люди доходят. А зачем мне вообще носить крестик? А зачем мне вообще ходить на исповедь? Вообще зачем исповедаться? Разве Христос не за всех пролил свою кровь на кресте Голгоф? Он уже искупил меня, Он уже умер за меня. Зачем мне теперь исповедаться? И из этой же серии вопросов, а зачем вообще ходить в храм, что-то соблюдать? Зачем вообще молиться? Ведь Бог должен быть у меня в душе. Раз Он умер на кресте Голгоф изо всех, значит, Он должен быть у меня в душе. Люди, которые задают так или иначе такие вопросы, подобны тем, которые, находясь возле корабля спасения, кормщик которого является сам Господь Иисус Христос, на утлых суденышках, подняв парус своего горделивого рационализма, всю свою жизнь так и вращаются вне церковной ограды. Очень опасно слишком доверять своему рационализму. Поэтому в заключение сегодняшнего ответа на что хочется обратить ваше внимание, дорогие друзья. Если кто-нибудь вас спросит, вот Христос умер за всех, почему я должен соблюдать те или иные церковные правила? Зачем я должен ходить на божественную литургию? Почему на литургии не молятся за тех или за других? И так далее, и так далее. Почему мы не можем быть все священниками? Почему мы все не можем толковать Священное Писание? Зачем вообще нужно исповедоваться? Вы обратите их внимание на то, что Господь Иисус Христос умерший на кресте Голгофа за всех, в том числе за Анну, за Каяфу, за членов Синедриона, за Пилата, за воинов, которые его распинали, за Иуду, одного из несчастнейших людей на планете, который предал своего учителя за несчастные 30 сребреников. Из-за всех людей умер Христос. Но, тем не менее, не все приняли эту жертву, не все уверовали, не все захотели принять условия Божии, а условия Божия войти в Святую Церковь. Подобно тому, как веточка дикой маслины или дикого любого растения прививается к культурной и уже питается соками этого культурного растения. Спасите не случайно, ведь привел такой образ в своей прощайной беседе, что я истинная лоза, а вы рожди, то есть вы ветви. Если кто не будет на лозе, не принесет никакого плода. Поэтому надо привиться к лозе, то есть к Святой Церкви Христовой. В книге Деяний апостольских, если ее читать подробно, вы увидите, что в 6 главе говорится, что многие, даже священники ветхозаветные, покорились вере. Во 2-й и в 3-й главе сказано, что Господь ежедневно прилагал спасаемых к Церкви. То есть если кто действительно хочет быть спасаемым, то надо принять условия Божие. Надо через веру во Христа, который за тебя распялся на кресте, пролил свою кровь, веру в Него и принятие крещения, войти в вот этот живой богочеловеческий организм, и тогда ты будешь получать всю полноту благодатных даров Духа Святого, которые в таинствах преподаются всем верным чадам Святой Церкви. Вот примерно так. Такие размышления на вопрос, который прозвучал на библейском портале Экзегет. Будьте здравы и Богом хранимы. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok